Субтитры делал DimaTorzok С которым вы можете ознакомиться в группе ВК Я даже сделал пост на стене Вот последний пост Можете зайти, почитать тему Какие пункты могут выпустить на колесе Ну вот в частности есть Абсолютно уникальные парадийные пункты То есть если выпадет какой-то из них То матч может прокомментировать Например Дроздов, Родзинский Путин или Александр Викторович Бубнов В общем Колесо может выдать Как такие вот Смешные какие-то пунктики Так и вещи Которые действительно влияют на геймплей Могут как-то повлиять На команду В общем эти все вещи будут дополняться Конечно они будут дополняться Я думаю что Придумаем что-нибудь еще Но пока на этом стриме Вот именно такое количество колес У нас будет Вернее пунктов колеса Привет форвард Ну и я думаю Самое время Начинать Вернее продолжать Как видите у нас теперь Лицензионная форма Спасибо Максу Григорьеву За Такой подгон Мне кажется Очень неплохо смотрится Эта форма А насчет того Как она будет смотреться В матчхе Я не знаю Там мы устанавливали Пыхтели Но Возможно Не допыхтели Возможно Что как-то Как-то мы Там не доработали Возможно В матчхе Она отображаться не будет Я не знаю Надо будет Быстрее запустить Сейчас игра С энергии Луки Так У нас Ну схемку я в принципе Менять думаю Что не буду Но Друл Джада Поставлю Вместо Не буду Вместо Никого Его ставить Он плохо тренируется Бутвовед Тоже пока Посидит в запасе Потому что Он привез Дикие голы Расстроил Сашу И Рейди И я не могу Его ставить Пока Да Конечно Цена попадания В команду На втором стриме Выросла Если на первом стриме Вы могли за 300 рублей Попасть То Так мы играем С Армавиром Кстати То вот сейчас Уже К сожалению Для Всех Уже нет Уже так не будет Уже 500 рублей На этом стриме Для того чтобы попасть В команду Ну либо сабнуться Сабнитесь И попадете в клуб Это Самый надежный способ Оказаться В составе Мест еще много Поэтому Попасть в команду Еще легко Так Ну что Первый матч На сегодняшнем стриме И мы играем Против команды Энергия Луки Ну По-моему Формы не сделались Да У них обычная Стандартная Форма Да По-моему А может быть и сделались Но отсюда Не видно А да Смотрите Сделались Сделались Вон в раздевалочке Висят Наши уже Проапгрейдженные Формы Так Мы неплохо играли В последнее время Не разочаруйте У меня Так Ну-ка давайте Смотри Да Да Формы Сделались Спасибо Спасибо За все Максиму Григорьеву Форма у нас Лицензионная Теперь Три выдвинутых форварда Ну Просто Позиции у нас Такие Что В принципе Проще всего Выпустить трех форвардов Кто в воротах Конечно же Сашка А юреди А юреди Даже минуту Сухим не простоял Ну что ж ты будешь делать Саша Саша Здесь конечно Гвардей Красная Армия Подвел А юреди Позволил Миронову пробить Без сопротивления Вот где Классика Саня Ты пропускаешь Гол Вот где Классика Ай Энергия луки Выходит вперед А вы как думали А вы думали Будет легко Да Макс Все сработало Все круто Спасибо тебе 3D формы Действуют Правда Вот у них номера Очень херовые Почему то они Не фиолетовые А белые А белый номер Ну блин Он даже не виден В У меня то На старых номерах Ну они были Как бы Фиолетовые А здесь Они просто белые Их надо чинить Херово Леня Реализация Пенальти Тот самый Леня И 1-1 Очень неплохо Очень неплохо Форвард говорит Я пенальти Заработал Ну окей Да Я не спорю Фуа Разгоняется Прострельчик Не получился Деревягин Его прервал Но фуа Вновь Активнее всех И мистер Твистер Пробил Издали Привет Гост Криволап Уже пропустил Один гол Ну там Справедливости Рази Не доработал Гвардей Но гвардей Сейчас отличную Передачу На форвард Додает Форвард Бьет И прямо В вратаря Да Очень жестко Подача следует И здесь удар Надо было забить Митяй В офсайде Митяй Был В офсайде Формы Перепутались В смысле Перепутались Мистер Твистер Леня Ладно К следующему стриму Переделаем Что нибудь Джамба И фуа Все таки Забивает Свой гол 2-1 Наши команды Выходят Вперед Митя Виталий Астафьев Я не помню Я не помню Ну сейчас уже Макс Я не смогу Ничего переделать Это Это довольно Муторно Мне кажется Давай На следующем К следующему Стриму Уже там Поменяем То что Должно Так то в принципе Это не сильно Глаза режет Просто В другой раз Исправим Липски-Пипски Навешивал штрафную Игудал Арсенал Подхватывает мяч И здесь Селебрити Селебрити Подача Просто великолепная Липски-Пипски Фуа Мистер Твистер Назад играет Нигудал Арсенала И здесь Селебрити Штрафной Прострел Удар Гол Великолепно 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 За полцены Все так же Для реального Игрока Что? Мистер Твистер Ты саб Конечно Ты играешь Все сабы В команде Вот Если тебе интересно Ах Не успеем сейчас Посмотреть Момент Саша Are you ready? Прыгнул Нормально Вот Мистер Твистер Смотри 21-летний Центральный Полузащитник Для ПФЛ Просто Гений Чуваков Стоя 200 Топ-клубы Хотят купить Ну Да А Нет Пока не хотят Но еще Просто мы не сыграли С такой времени 500 рублей Дима И ты в составе Но я тебя могу Даже сильнее сделать Не на 80 А на 100 Потому что Ты входишь в число Топ-донатер А соответственно Топ-донатеры Получают преимущество Над всеми остальными Потому что У них есть Топ-донатеры Длительные сабы А лишь Джамбо удар Не очень получился Загребен Загреб Мы договаривались На прошлом стриме Что реального игрока За полцены Можно Что-то я такого Сейчас не припомню В смысле Куда привести А Ты имеешь ввиду В команду Добавить реального Игрока Ну По предварительному Согласованию То есть Ну Я не знаю Как народ К этому Отнесется Но у этого игрока Не будет статуса Неприкасаемого В отличие от Всех Сабов То есть Если его Допустим Захотят купить Форвард Форвард Забивает Ну и этот игрок Не должен быть Слишком сильным То есть Покупать Роналду Месси Это все Конечно Нет Только Ну какой-то Возможно Русский Игрок Потому что мы В ПФЛ Играем Иностранцев Нельзя Ну какого-то Русского Можно Дриблинг 14 Да Неплохо Так Ну пока Уничтожаем Луки Вот Кубки России Будет интересно Потому что Там Там у нас Наша команда Может Я думаю Посоперничать С клубом ФНЛ А у тебя Российское Гражданство Видишь Поэтому ты Расхлябан Сашка Ни одного Сухаря Еще не сделал Представляете Вратарь В такой-то Команде И ни одного Сухаря Ну ладно Сейчас мы Еще ботвоведа Выпустим Для Вместо Гвардея Выйдет Ботвовед Путин Да Подарил Гражданство Сашке Это не Константин Котов Там у них Играет Интересно Момент Форвард С мячом Леня Форвард Да Чуть Мяч Не Подарил Соперником Форвард Удар Боже Как Заиграл Форвард Вот что значит Сейв Загрузился Хорошо И пятый Мяч Форварда В сезоне Просто Долбит Фова В этом матче Смотрите Алис Джамбо Скинул И форвард Принял С правой В дальней Ох 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 Форвард Форвард Вот Форвард Вот Настоящий Форвард Бьет он Обычно Не издалека Но Очень Редко Промахивается Мистер Твистер Гудал Арсенал Забросик Вперед Здесь Митенька И прострельчик Митенька Ну куда же Ты Давайте Замену Сделаем У нас же Есть еще Друлджат Самый Таинственный Сап Гудал Арсенал Очень устал Давайте Мы туда Друлджат Выпустим Гудал Арсенал Кстати Вот он Появился Так Миронов Сейчас Будет Удален Гудал Арсенал Стоило Заменить Как он Появился В чатике Закон Подлости Но я думаю Что Гудал Мы еще Во всей Красиво Уведем В следующих Матчах Сури Виталий Как Саш Прыгал Он просто Упал Бум Форвард Неточная Передача Гейминг Аутизм Гейминг Здесь Леня Тот самый Леня Заброс Ильмитяй Прострелят Ли Нет Не прострелил Может быть навес А может быть навес А может быть удар Мистер Твистер Ну что Дима 243 Игудал Переподписка Спасибо большое Девятнадцать месяцев Уже Игудал Арсенал Заработал Плюс Десять К потенциалу Сейчас Себе Но 1-2-4-3 В этом матче Появится Мы его Сделаем Форвардом И Добавим Ему Несколько Позиций Еще Чтобы Можно было Его использовать Форвард Передач на Митяя Митяяяи Как же Не забил Митяя Ну похоже Что в следующем матче Игудал Митяя Уступит место И Мистер Твистер Переподписывается Спасибо большое Конечно Надо обнять И Поздравить Сабхайп Всем Всем Плюс Потенциал Всем Бестам Я думаю, что Диму 24-3 мы сделаем форвардом оси, то есть он будет на трех позициях играть. Форвард, ЦАП и ЦП, чтобы можно было более вариативно использовать состав. Чем больше позиций, тем лучше. Это ведь правда. Так, готова победа. Сейчас будем создавать Диму. Я доволен результатом вашей игрой. Великие луки оказались не такими уж великими. За косарь сколько потенциала придет? Ну, получается у тебя 500 за попадание в команду. И 500, то есть дополнительно к 80, там еще дается 50 очков текущих способностей. И соответственно потенциала. Ну, то есть у тебя где-то потенциал там, надо посчитать. Сто-о-о-о, сейчас подожди. Сначала я добавлю, чтобы пока не забыл, добавлю Мистеру Твистеру и Игудалу Арсеналу. За дополнительный месяц плюс 10, то есть 135 текущих способностей у Мистера Твистера и у Игудала Арсенала. Так, 138 получается. Неплохо. Только что-то Игудал Арсенал у нас растренированный бегает. Так, а теперь на базе. Кого у нас там? Ну, вот, например, Давид Кузин. Мы его сейчас переделаем. Форта Си, да, это жестко. 200 потенциал это... Ну, это зачистый косарь, то есть без попадания в команду 200. Так, сейчас мы давайте отредактируем Диму. Дима. А мы назовем его так. З. Дима. 2, 4, 3. Жалко, 243 номер нельзя сделать. Но... Такое вот мы и сделаем. Так, хорошо, теперь... Редактировать характеристики. Если изначально 80 плюс 50... 80 плюс 50, это будет 130, да? 130... А, тут нельзя так... 150 потенциал, получается, и 130 текущий способ. Ну, это, блин, конечно, 5 звездочек сразу в команде. Без вопросов. Амбициозность, ну, я думаю, 15. Лояльность, думаю, что тоже 15. Все-таки достаточно давно на наш стрим приходит Дима243. Он большой профессионал, топ-донатер. Стабильно приходит, тоже стабильно приходит. Ключевые матчи. Ну, вот видите, в ключевой момент пришел и попал в клуб. 2 метра ростом, я правильно понимаю? Какой тебе вес поставить? Дима, какой тебе вес? Наверное, ну, 90 килограммов, я думаю, нормально, да, будет? Мне кажется, это мощь. Так, ногу, ну, не знаю, левую тебе, правую поставить. Мне как-то, честно говоря, все равно, но... 200 килограммов. 200 килограммов это аюреди. Это аюреди. 98 килограммов. Хорошо, сейчас исправлю. Так, левый полузащитник 1. Левый крайний защитник 1. Здесь тоже 1. Так, атакующий полузащитник... Давай поставим 19, и центральный полузащитник поставим 18, чтобы он так по нисходящей убывал. Так, 98 кг. 98 кг. Так, теперь давай редачить. Ну, для начала такие стандартные темы, как дальний удар, потому что это будет очень важная характеристика для нашего товарища. Так, сыгра головой, ну, у него должна быть она на высоком уровне. Касание 12, техника 13, игра без мяча 12, интуиция 11. Так, принятие решений 12, работоспособность 11, решительность. Решительность поставлю 20. Чувак донатит, конечно, решительный. 15, здесь, так, ускорение... Ну, поставим пока по 13-13, но сейчас будем, видимо, еще изменять. Потому что ТС-130 у нас. Так, выносливость 14, я думаю. Координация 12, высота прыжка 14, ловкость 12, природные данные... Ну, блин, такой рост, конечно, 20. Сила... 14. Так, теперь смотрим завершение, делаем... Сказал, что следующий игрок будет вингером слева. А, ну, если у Димы свои пожелания, то что я могу сделать? Человек задонатил на себя. И что тут я могу сказать? Так, дальний удар, наверное, можно даже на 18 выкрутить, чтобы он дальнобойл. Ну, завершение, там, 17 поставить, допустим, да? Ста прыжка 20. Давай 20, что это нам даст? 125 ТС. Видение поля давайте 12 поставим. Так, и... Концентрацию 10. И... Я даже не знаю, что еще добавить-то. Давайте первую касань добавим, 13. И... Скорее нет, 14 сделаем. Все, 130, 130. Гений! Дима, 2, 4, 3. А, сейчас мы ему еще контракт продлим. Контракт продлим. До 23-го года, конечно же. Во! Вот. Вот это уже настоящий разрыватель пришел в команду, который будет всех долбить. И, конечно, он в следующем матче выйдет в основе. Да, он, правда, растренированный, но я думаю, что в следующей игре там он наберет форму. Мы устанавливаем новый победный рекорд. В общем-то, я доволен. Мне интересно будет играть такими монстрами, ну, в Лиге Чемпионов, я думаю, интересно будет. Мы же не будем играть всю жизнь в ПФЛ, как ты, Саня, когда играешь за какие-то в своих челленджах. Ты вот все время играешь в одной лиге. Конечно, это надоедает. А когда мы попадем в топ-лигу, поставил позицию ЦП, оборонительные скиллы не поставил. Ну, в смысле, он атакующего плана будет. Футболист такой медсала. Ему оборонительные скиллы особо не нужны. Ну, иначе это что будет? Чудовище? Убийца? Это будет убийца настоящий. Сейчас выйдет и будет всех убивать. А, ты же влил на колесо. И у нас сейчас, знаете, сколько? Три колеса будет. У нас три колеса сейчас будет. Да-да-да. Три колеса, ребята. Три колеса. Ты что-то про колесо-то совсем забыл, что у нас теперь колеса есть. Так, и не одно, а сразу три. Ну что, давайте крутить колеса. Первое колесо. Эх! Открытый отбор мог любой попасть в команду, но первым выпала транквилизация. Так, мне надо куда-то записать. Давайте, пишите... Транквилизация. То есть, у нас самый грубый игрок получает уколчик от агрессивности. Дальше. Что выпадет дальше? Головокружение от успехов. Лучший бомбардир сходит с ума. Крайних защит чуть вперед. Подвинешь тактики с тремя нападающими. Это флот. Так, в смысле, они и так впереди. Фланги тащат. И третье колесо. Гений! Отлично! Настроение у всех поднялось. Гений! Неплохие колеса. Сейчас я всех все озвучу. В общем, чтобы... Блин. Чтобы вы понимали, что происходит. Итак. Транквилизация. Самого грубого игрока в команде. Смотрите, количество фолов. Болельщик выстрелил из транквилизатора. Агрессивность и конфликтность падают до одного. Самый грубый игрок в составе. Давайте, как мы это вычисляем. У нас есть здесь статистика какая-то. И у нас есть вставить колонку. Статистика. Так. Что такое? Инфостенд. Так. Движения. Ошибки. Передачи. Наборство. Движения. Так. Подкаты, перехваты мяча. Сейвы. Удары. А где здесь эта статистика-то? По фолам. Общие. Вот. Он нарушил правила. Фолы. Тот самый Леня, друзья мои, получает выстрел из транквилизатора. Агрессивность падает до единички. Больше никого не обидит этот человек. И, соответственно, конфликтность у него. Ну, наверное, так у него было три. Теперь вообще один чувак стал совершенно не конфликтным. Не будет бросаться ни на кого. Тот самый Леня. Так, дальше настроение у всех. После того, как их запостили в Афгике. А я напоминаю, что пункт гений означает, что в Афгике запостили мем про Саб Юнайтед. И команда получает максимальное настроение. Ну, и головокружение от успехов. Лучший бомбардир получает максимальные показатели в лидерстве, конфликтности и агрессивности. Так, у нас есть показатель голов. И это Митя Фуа на данный момент. Митя Фуа зазвездился, уважаемые друзья. Лидерство 20. Агрессивность 20. И конфликтность, соответственно, тоже 20. Митя Фуа съехал с катушек, уважаемые друзья. После того, как стал лучшим бомбардиром команды. Вот такие вот колеса. И сейчас мы... Так, убрать цифры из имени. Да, пожалуйста. Мне без разницы, как захотите, так и называйте. Просто Зе Дима. Вот, Зе Дима. Почти как Зе Болотный, только Зе Дима. Значит, что я хотел сделать сейчас? Я хотел... Ага. Колесо новое сделать. Так, на колесо. Все так же у нас 300. И еще 50 рублей. А, 150 рублей с прошлого колеса у нас осталось. Потому что там 1050 на прошлом колесе. Так, где у нас колесо? Вот у нас колесо. Мы сюда вставляем. Так, и продолжаем играть. Вроде бы все колеса сделали. Вряд в аванчик. Так, форвард. Просит показать себя. Ну, давай. Так, тот самый Леня получил повреждение. Форвард. Вот форвард. Вот настоящий форвард. Бьет он обычно не издалека, но очень редко промахивает. В завершении 16. 15. Неплохо, да? Агрессивность и конфликтность. Точно Митя. Ну да. Ну да. Думаю, что скоро появится еще тактический пункт на колесе. То есть, чат выбирает тактику. Это будет тоже довольно забавно. Ну, захотят люди, чтобы мы играли по схеме. Там. 3-5-2. Будем играть по такой схеме. Так, ну Сашуля пропустил в прошлом матче. Соответственно, Григорий Скворода займет место в воротах. Это справедливо. Ну и дебют Димы 2-4-3, конечно, на поле. Прямо сейчас вы его увидите. Я думаю, что это долгожданное достаточно событие. Все ждали, когда же, когда же Дима появится. И вот Дима сегодня дебютирует. Играем в свою игру. Так, у нас Митя сбросил напряжение. Видите, как? Что же он там передернул, что ли, перед игрой? Надеюсь, что нет. Поехали! Фиолетовая форма. Тоже номера фиолетовые на ней. Немножко перепуталось все это дело. Но к следующему стриму поправим. Не переживайте. Дима бил поворотом. Пока пробил очень плохо. Но если что, Алекс Джамбо у нас готов всегда выйти на замену. Игудал Арсенал подает пенальти. Пенальти. Нарушены правила, причем на гвардейе Красной Армии. Это удивительно. И Митя фуа бьет пенальти. Удар! И Челюшкин какой-то отразил этот удар. Вы серьезно? Челюшкин взял удар Мити. Момент еще один. Да! Вот это матч. Знакомьтесь, друзья. Виталий Челюшкин. Супер вратарь. Метр восемьдесят ростом. Прыгнул и достал. Да не почти по центру бил. Но все-таки надо успеть было дотянуться. У Мити, кстати, 6-4 сейчас. Он агрессивен очень. Потому что головы к Жене от успехов началось. Вы не забывайте. Чубанов. Заброс. Петров. Ну там в воротах, конечно, стоит не Саша. Поэтому, я думаю, мы не пропустим сегодня. Форвард. Игудал Арсенал. Переводик неплохой. Селебрити. Нет. Селебрити, кстати, лидер по донатам в этом месяце. Две тысячи. Больше не задонатил никто. И, возможно, что в последнем 2018 году топ-донатером окажется именно Селебрити 8-8. Липски-Пипски. Заброс вперед. Классный. Форвард. Ну решай. Форвард. Ну как же так. Криволап бы такой. Ну, Криволап-то взял бы такой. У него реакция-то хорошая. Пока Челюшкин не пробиваем. Наша команда старается. Дима в 16 лет 200 сантиметров. Лет 20 будет прям как мозгов. Ну да, может быть. Хугаев. Какой перехват от Селебрити. И отличный заброс вперед на Митю Фуа. Фуа. Прострел. Удар. Гол. Дима 2-4-3. Ну, вернее, просто Зе. Дима забивает первый же гол в первом же своем матче. Ну, Дима просил, чтобы он всех нагибал. И вот он всех нагибает. Ну, тут, конечно, Митя все сделал. Здесь надо было только не промахнуться. И в ближний угол. Главное было не попасть во вратаря, а попасть во ворота. Все было просто. И Дима с этой задачей справился. Да, это ты, Дима. Это ты. Так. А вот здесь бы как-то перехватить. Что-то больно жестко. Знамя труда пошло вперед. И Антон Бетюжнов забивает. Вот так вот. Не только Сашуля пропускает голы у нас. Хугаев отдал классную передачу. И в касание удар. Ну, удар, конечно, жесткий. Это не криволап воротка. Воротка сковорода. В том-то и дело, что. Обычно Сашуля такой пускает. Но здесь сковорода вот сделает. И не отбил. И в итоге один удар, створ, один гол. Мы сражаемся не только со знаменем труда, но и с Майлзом. Потому что Майлз нам говнит, вы видите, да. То есть, вроде мы доминируем. Должны вести в счете. Пенальти не забили. Но вот. Сковорода пропустил первым же ударом створ. Я думаю, выиграем. Че же, как мы можем проиграть? Друлджат отдал вперед. Целебрити. И гол форварда. Красавец. Гол, 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 гол. Липпинг плюс 3. Пенальти плюс 5. Интуиция плюс 2. Импровизация плюс 3. Работоспособность плюс 3. Координация плюс 3. Дальние удары плюс 1. Ну что, форвард себя решил прокачать. Сейчас он рисковал очень по тонкому лезвию. Прошел. Привет, Максим Васильев. И прямо сейчас, прямо сейчас мы форварда сделаем. Да, Дима, так можно, но просто если человек указывает именно свои... Я не знаю, ты, наверное... Ну ты же был вроде на первом стриме. Я же говорил, как это делается. Ну и сейчас мы форварда сделаем. Выведем на новый уровень. Форвард очень хочет быть лучшим форвардом в команде, но пока у него это не получается. И как... Просто на прошлом стриме Алекс Джамбот долбил всех. Сейчас Дима 2.4.3 всех долбит. Он еще такой лысый. Очень опасно выглядит Дима 2.4.3. Двухметровая колонча там двигалась. Друлджат с Фуа там соорудили этот навес. И Дима 2.4.3 просто слегка подпрыгнул и отправил мяч в ворот. 3.1. Знамя труда пока. Развивается так очень низко. Кстати, у Мити, смотрите, две голевые передачи. Оценка 6.7. То есть что он? Почему так плохо? Я доволен. Ваша игра продолжается в том же духе. Давно ли начали? Надо сделать ап. Поставь Диму на ЦП. Да, подожди. Мы передвинем, может быть, Диму с мецалкой. Гвардей не забивает. Какой был шанс у Гвардей и Красной Армии сейчас для того, чтобы забить? Но он не сумел поразить цель. Липски-Пипски. Подача. И форвард. Ну как же не забивает форвард. Момент очень хороший. Очень хороший момент. Так, дал Арсенал. Будет подавать. Дима 24-3. Уже на позиции мецала. Обратите внимание, действует. Друлджат бьет. Друлджат самый вообще непонятный из моих сабов. Потому что никто вообще не знает, почему он сабнулся. Он ничего не пишет. И даже никто не знает, кто это такой. Мецала самая бесполезная позиция в истории ФМ. В смысле, мецала наоборот. Очень действенная. Позиция. Связка из Коррелера или с другим мецалой. Очень хорошо заходит. Так. Ну ладно. Митенька сегодня не тащит. Давайте выпустим. Алекса Джумбо. Ну и давайте форварда с Димой местами поменяем. Форвард жалует, что он не забивает. Потому что играет на краю. Как Риволап по 2-3 мецалы ставит. Ну 3 мецалы поставить просто невозможно. Начнем с этого. Насколько я помню, мецалы могут быть только по краям. В центре поля. То есть, либо 2. Либо 1. ВОВК. Ангелина ВОВК. Бьет неплохо. Так. У нас время матча заканчивается. Надо еще какую-нибудь заменку провести. У нас есть тот самый Леня. Вместо Друлджада выйдет. И Аутизм Гейминг выйдет. Вместо Гвардея Красной Армии. Так, сейчас можно забить селебрити. Неудачная подача. Счет это всего 1-3. То есть... Ну, Джамбо, перехват, удар! Дима, третий мяч. Феномен. Просто феномен. Посмотрите, что творит Дима 2-4-3. Ну, здесь, конечно, Алекс Джамбо. Это его заслуга. Он пошел в подкат. Микушина отправил в нокдаун. И отдал гениальнейшую передачу на Диму. 4-1. 4-1. Дима рвется... Ну, по крайней мере, к званию, наверное, лучшего игрока стрима. Пока Дима рвется, достаточно уверенно. Потому как... Ну, мы устроим в группе ВК голосование после стрима. Как мы это сделали в прошлый раз. Тогда лучшим игроком стрима стал Алекс Джамбо. Вот. И, соответственно, увидим, кто на этом стриме, по мнению зрителей, окажется лучшим. Так что, когда увидите этот пост в группе ВК, не забудьте проголосовать. Это очень интересно. Я доволен результатом и вашей игрой. Конечно же, доволен. Так, и сейчас мы займемся тем, что будем прокачивать форварда. Форварда, а ты можешь продублировать в чатик все свои? И Дима благодарит менеджера за водопад голов. Вот оно что. Водопад голов. Так, форварда сейчас будем редактировать. Форварда будем редачить. Так. Я просто все не запомню. А, сейчас я вот так вот сделаю. Скопирую просто. И сам буду отсюда списывать. А то забудется все это дело. Итак. Значит, дриблинг плюс 3. Было 9, стало 12. Пенальти плюс 5. Было 7, стало 12. Интуиция плюс 2. Было 10, стало 12. Импровизация плюс 3. Было 10, стало 13. Работоспособность плюс 3. Было 10, стало 13. Координация плюс 3. Было 8, стало 11. Так. Дальние удары. Плюс 1. Было 9, стало 10. Завершаем редактирование. И теперь смотрим на... Так. 100. 116 выставляем сюда. Ну что, неплохо. Форвард у нас стал еще мощнее. Так. И теперь... И теперь... И теперь... И теперь следующий матч. Да? Муром через 7 дней будем мотать. Поставить пеналды. А сейчас мы, кстати, в тактику зайдем. А, потенциальный забыл поднять. Точно, точно. Спасибо, что напомнил. Так. На 6 получается, да? Или... А, это что жопить? Ты знал сколько? 200, да? Ну, 20, соответственно. На 20 больше. Потенциал 155 становится. Вот так вот. Да, они тоже растут, все верно. Просто я иногда забываю, поэтому напоминайте. Напоминайте. Так. И стандарты, пенальти. Нельзя как-то вот автовыбор... Ну, смотри. По пенальти Дима получше. То есть... То есть надо... Дима, потом форвард, потом Лёня, потом Митя. То есть, ну, вот так вот. Привет, селебрити. Так, скоро у нас уже совсем игра с Муромом. Дима позже пришел. Ну, блин, у Димы скиллы и больше. Дима... Ну, как бы... Ну, ладно. Так как ты сап, а Дима не сап, окей. Окей, ладно. Но если ты не забьешь пенальти... Вот, вот, следующий пенальти будет. Ты его не забиваешь, если. То... Будешь после Димы. Пусть вратарь пенальти бьет. Саня, ну... Ты, кстати, в следующем матче стоишь в воротах. Алекс, Джамбо травмировано 4 недели. Вот это потеря, конечно. Но у нас, ладно, у нас есть теперь 3 форварда, поэтому... Травма Джамбо... Это не так страшно, как могло бы быть. Так... В общем, мы сейчас вообще вот так вот сделаем. Тин Гейминг и Гвардей и Красная Армия будут играть в основе. Бутвовед и Дрилджат будут сидеть в запасе. Колесо? Нет же, 150 рублей до колеса. Форвард, надо смотреть, куда ты донатишь. Всегда смотрите. Потому что ты, наверное, задонатил на БМ-стрим, а не на колесо. То есть надо... Надо четко смотреть. Вот, когда донатите, там же прямо видно, куда. Не было выбора. Ну, давай проверим. Давай проверим. Так. Донатил на БМ-стрим. Просто донат на колесо. У меня почему-то выбор есть. Поэтому нет. Ну, блин, ты говоришь, я хотел на колесо. И что мне теперь делать? Вот, потому что там же денежка уже зашла на БМ-стрим, например. Просто в следующий раз будешь внимательнее. Потому что тут, блин, я вот хотел на колесо. В итоге ты продонатил и туда, и туда, понимаешь? То есть я же не буду теперь там из БМ-стрима отнимать денежку. Выбор есть всегда, и он у всех есть. Поставь криволапу профессионализм один. Кстати, давайте, да, посмотрим, какой у Саши профессионализм. Саша будет ворот, кстати. Сковорода пропустил. В прошлой игре. Так. Профессионализм 12, кстати. Саня нет. Саня профессионал. Но он сдержанный. В принципе, это правильно. Я не скажу, что Саша не профессионал полный. Он так пропускает постоянно. В чем сложится отнять денежку? Ну, в том, что... А как ее отнять из статистики Донейшн Аэртс? Не, подожди. Ну, это пятерка однозначно. Красавец. Вот! Давай на свой кет. Белорусский Канте. Аликутал Арсенал. Хорошо, мы тебя после матча тогда сделаем. Так. На анголы можно редактировать в пользу только увеличения. Собранную сумму нельзя редактировать. Тебе Саня так мало донатишь, что ты этого не знаешь? Так. Подожди. Значит. Игудалу прокачать. Все. Я прокачаю Игудалу на 50 ТС. Там уже прокачаем. Сделаем из него Канте. Но это будет после матча. И после матча мы покрутим колесо. А то и больше колеса сейчас будут. Потому что даже два колеса будут сейчас. Два колеса, ребята. Будут после матча. Так. Давайте, парни, покажите лучшую игру, чтобы продолжить вашу серию. По сопернику. Ну, там все просто. И можете принимать уже ставочки. На то, что Саня пропустит. Я думаю, что это обязательно случится. Так. Как вы думаете. Можно редактировать донат гол. Вот сумму, например, которую... Цель для сбора можно поднять. Разве что так. А редактировать сумму, которую тебе задонатили, ты не можешь. По крайней мере, я не могу. Может быть, ты можешь. У тебя может быть не Donation Alerts, а Streamlabs. Поэтому у тебя есть возможность это редактировать. У меня нет такого. Опять справа. Ну, Форвард, ты хорош машнить. Мы вроде агрессивность поставили Митяева, не тебе. А машнишь ты. Вот смотри, какой момент ты не забиваешь. Как это объяснить? Обновление фойма произошло на 178 мегабайт. Интересно, что там Майлз у нас обновил. Жуари, да. Жуари точно скоро зайдет, как наш самый основной смайлик. Его надо, кстати, переделать. Вообще никто не забивает, видите? Если в первом тайме, например, Дима не забьет, я Форварда поставлю на... В центр. Но это если Дима не забьет. А если Дима забьет, как Леонид бежит, а? Просто бегун. Форвард! Ну, елки-палки. Вот смотри, вот у Димы ноль ударов. У Форварда уже было два. Митя получает желтый. Он агрессивен. Кстати, вот Митю бы заменить. Не на кого его менять. Мистер Твистер, пас вперед. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ну, здесь нормально, разобрались, ребятки. Закускин. Яшин. Липски-пипски, молодец. Тот самый Леня. Пас вперед. Селебрити. Подача. Форвард! Форвард! Ну, вот же. Да, Форвард, успокойся, нормально. У тебя скрытые характеристики. Вон, Джамбо травму получил. Скрытые характеристики. Смотри, ты забиваешь голы. Что тебе еще надо? Форвард, а два метра ростом я. Ну, Форвард тоже вроде бы не маленький. Метр девяносто четыре тоже два метра ростом. Практически. Пониже, конечно, но... Там, когда у тебя противник какой-нибудь Бутуев, метр восемьдесят шесть, Моасайский, метр девяносто, и Таутьев, метр восемьдесят четыре. Я думаю, любой игрок там из наших форвардов вытянет. Так, вот здесь Вратарь. Очень неплохо сыграл. Скоро Кубок России. Там мы посмотрим. Против команды ФНЛ уже будем играть. И вот там мы посмотрим, как Аюреди будет пропускать. С чего-то надо начинать, тяжело, кословато, ты давай. А о чем разговор? Привет, Кейджи. Да, будет два колеса у нас сразу после этого матча. И прокачка, жесткая прокачка Гудала Арсенал. Я не думал, что будет так много колес на самом деле. Почему-то я не думал, что такое будет. А вот сейчас мы немножко изменим тактику. Смотрите, что мы сделаем. Но Митя сыграл плохо. Поэтому мы Митю меняем на Ботвоведа. Ставим его сюда. Теперь никто не будет машнить, что я не в центре, я не в центре играю. Все играют там, где надо. Так, Гудала Арсенал оттянутым плеймейкером. И вот такие вот, такая вот расстановочка у нас сейчас пойдет в дело. Когда я титуал загнулся. Привет, Фрейс. Ох, какой момент! И что там вне игры? Да, не получилось забить нам в ворота Мурома. Но вот сейчас активно должны заиграть селебрити с Липски-Пипски. Леня, переводик на фланг. Липски-Пипски, подача! Нет, не получилось. Селебрити, Леня. Хорошая передача по задумке, но Селебрити почему-то мяч не обработал. Аутин Гейминг, Селебрити. Селебрити, ну лучший донатер месяца. Вот так же он бежит к этому званию в этом месяце. Липски-Пипски. Будет подача, подача! И момент у Димы! Дима не забивает. Жестков пошел жестить. У Мурома Ежов заброс вперед не получается. Селебрити. С мячом Селебрити. Один на один на фланге против соперника. Форвард! Ну как же так! Вытаскивает вратарь этот мяч. Леня, подача! Момент! И Смирнов, кстати, он тоже в желтом теряется на фоне наших игроков. Это... Это, конечно, немножко отвлекает, да. Так, у нас 60 минут сыграно. Батвовед. Мистер Твистер, переводик на Селебрити. Момент! Гол! Форвард! Форвард забивает свой второй мяч. Вот Форвард машнил, типа, я, да у меня характеристики говно, да скрытые. Смотрите, как играет. Просто, с Димой не добежал до мяча, но Форвард расстрелял пустые ворота. Просто, он уничтожил, расстрелял. Тут у нас соперничество, скорее, в команде идет между игроками, Кто больше наберет очков По системе гол плюс пас, например Леня подает Подача Ботвовеет Но Смирнов По стойке Смирна уверенно играет Селебрити Аутизм Гейминг Хорошая передача вперед Скидка Мистер Твистер Прострела нету, Мистер Твистер борется за мяч Игудал Арсенал Пас на Липске-Пипске, прострел не получается Игудал Арсенал Леня Ленечка, удар мимо ворот Что, всего 2-0 Муром-то может отыграться И смотрите, а Юреди не пропускает Удивительный факт Неужели Муром настолько домная команда Что не может забить Сашули Селебрити Хороший перевод Игудал Арсенал Хитрый, штрафной Не попадает Цель Дима Дима Передача на форварда Удар блокируется Надо выпустить Друлджада В центр Так, Мистер Твистер Или Леня Леня устал Так что выйдет Друлджад вместо Лени Даже пьяный Абдуллавов Из-за геройской музыки на стриме Да музыка из ресторана Под которую Саша обычно наворачивает еду Как раз должен пропускать Но не пропускает Смотрите А Юреди значит будет защищать ворота нашей команды И в следующей игре Сковорода пока Сидит в запасе Раз Сашка не пропускает Ну может быть сейчас Там не знаю Кто-то привезет Батвовед особенно любит Сашуля привозить А форвард забивает очередной свой гол На Диме голевая передача Форвард Ну ты доволен Ты хитрик сделал Все голы в этом матче Это голы форварда Причем Дима не отдавал форварду мяч Конкуренция-то есть И мяч сам отскочил к форварду И Дима за него не порадовался Все игроки подняли руки вверх А Дима как бежал трусой Так и бежит Да, Муром Это похоже клиент форварда Батвовед забросил вперед Смирнов Смирнов Взял мяч в руки И я думаю что сейчас уже прозвучит свисток Нет, пока не звучит Мистер Твистер Красная Армия заброс вперед Смирнов Не добегает Удар от ворот Но я думаю что сейчас уже точно прозвучит Матч завершен 3-0 Наша победа Я доволен конечно же Доволен Так сейчас мы будем Делать Игудалу Арсенала Будем его Апгрейдить Потому что Игудал Арсенал Этого очень попросил Так Где у нас Игудал Арсенал Во первых у него Ну Три позиции Я предлагаю ему еще сделать Его сделать еще и Игроком флангов То есть чтобы можно было ротировать Состав И Так сейчас мы обновим немножечко 50 Текущей способности мы ему повышаем То есть сейчас 99 Будет 149 А это нельзя Так 188 И 149 Ну и сейчас настоящий Нголо Канте У нас появится Нголо Канте Чем силен Игрой в ключевых матчах Силен Профессионализмом Силен Так Теперь Что касается Скиллов Во первых По позициям Добавим ему Правого защитника на 15 И левого на 15 Чтобы он мог там выходить Допустим И страховать команду И теперь начнем Редачить Скиллы Опека Ну 15 поставим Отбор поставим 16 То есть уже такой Нголо Кантешный вариант Плюс ускорение 13 поставим И скорость Тоже 13 Для ФНЛ Это вполне себе Выносливость 18 Работоспособность 18 Самообладание Ну 12 Где-нибудь так сделаем Потом Игра головой Игра головой Конечно Нголо Канте Но мы немножко поднимем Игра без мяча Так Интуиция Концентрация 15 Выбор позиций 15 Так Ну Что еще Ну дриблинг 12 Сделаем Видение Поля 13 И все А 142 Ну выступ Рыжка Рыжка 12 Два колеса Два колеса Два колеса Где у нас два колеса Давайте крутить Итак Первое колесо На верном пути Уважаемые друзья Значит Следующий матч Комментирует Владимир Владимирович Путин Ура Где смайлики От Мити С Путина С Путиным Следующий матч Под комментарий Владимира Владимировича Пройдет И еще Одно колесико Что два матча Друзья мои Следующие два матча Комментирует Владимир Владимирович Путин Это конечно Здорово Ладно К следующей игре Я думаю Мы Подтянем Владимира Владимировича К следующим Двум играм Естественно Владимир Владимирович Всем покажет Класс И уровень Так Здесь мы сделаем Так И вставим Новое колесо Так Ну что Прочти идею Я предлагаю Внести каждому игроку Нелюбимую Личность Состава Например Мне Джамбо Ему Меня Аюру Нелюбимую Личность Фуа И так далее Ну если народ Поддержит Эту инициативу Я не против У нас в следующем матче Как раз Кубок России Против Армавира Привет Оскар Ну я могу Ну я могу Форварду Сделать Нелюбимую Личность Джамбо Если форвард Так Если форвард так Просит Этектировать Так А нет Этектировать Информацию По игроку Нелюбимый Футбольный Деятель Добавить Выбрать Человека Джумбо Аликс Джумбо Окей Так Аликс Джумбо Редактировать Информацию По игроку Нелюбимый Футбольный Деятель Так Соответственно Форвард Вот так Вот А ю Реди Давай Сейчас Мы Димю А ю Реди Поставил Так Нелюбимый Футбольный Деятель Александр А ю Реди Вот так Вот Фуа Любимую Давай Сделаем Фуа Любимую Вот Балыка Почему-то Любит Дима Потому что Данил Балык У нас В тренерском Штабе Он Стал Немножко Любить Балыка Ну и Меня Очень Любит Дима Потому что Я его Созду Да Еще бы Не любил Так Фуа Митя Фуа Родитель Родитель Нет Я Пожалуй Не родитель Идол Друг Отношения Отношения Это пойдет Я думаю В нашей команде Такое возможно Так Хорошо Отправим Ассистента Идол Да Идол Не ладно Хорош Потом будем Делать Остальных Так Саня Остается В воротах Получается Фуфуфуфуфу Да я Не буду Менять Никого В составе Все нормально Осталось без Трех своих Игроков В предстоящем Матч Западного Как назначенный Кострома Из-за их Отъезда В расположение Какой Сборной Да Перенести Матч Конечно У нас люди В сборную Уезжают А вот В прошлых ФМах Такого Не было Сборной Сборной Играйте Как хотите Сборной СПФЛ Вызывают Ну таких Мастеров Конечно Так Ну что Погнали Всех Долбить В очко И у нас Сейчас Уважаемые Друзья Присоединяется К нам Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Добрый вечер Здравствуйте Ну Во-первых Это будет Непростой Матч Да Для нас Важно Распорядиться Моментами В атаке Хотя Я подчеркиваю К атаке Мы прибегаем Только когда Задеты Национальные Интересы Команды Саб Юнайтед Мы не Агрессивная Страна И не Агрессивная Команда Вот Если вы Атакуете Нашу Штрафную Знаете Мы окажемся В вашей Уже Через Несколько Секунд И мы Будем Всеми Возможными Средствами Создавать Напряжение Не только Возле вашей Штрафной Я не буду Продолжать Липски-Пипски Зарабатывает Желтую Мы видим В этом Несправедливость Это Ошибочное Решение Арбитра И мы будем Его оспаривать В международном Суде Митя Молодец Мой любимый Игрок В составе Я когда Вижу Как он Играет Я вспоминаю Себя В молодости В питерских Дворах Мы играли Примерно Так же Быстро Резво Дерзко Как это Делает Митя И Митя Это пример Для молодежи Пример Для подражания Потому что Я сталкиваюсь С такими Ситуациями Когда Молодые люди Сегодня нюхают Клей Употребляют Наркотики Они могли бы Просто бухать Как это Делает Митя Но Жопа Требует Приключений Я Против Такого Берите Пример С Митя 88 номер Обратите Внимание В нападении Но вот здесь Вопиющее Нарушение С моей точки Зрения Происходит Нас Зажали Собственной Штрафной Команда Саб Юнайтед Никому Не позволит Зажимать Себя Собственной Штрафной Даже если мы Играем Против клуба Футбольной Национальной Лиги Как это Принято Говорить Лучшей Лиги Мира Лучшая Лига Та В которой Играет Наша Команда Так Было Есть И Будет Тут Гражданин Эстонии Пытается Меня спровоцировать А Митя Отвечает На это Голом Лишний Раз Подтверждая Что он Любимый Игрок Своего Президента И он Подтверждает Эту Репутацию Выходя На каждый Матч Предельно Настроенным Давая Пример Молодежи Пивка Для Рывка Обратите Внимание Наше Нападение Построено На Командной Игре На Взаимопонимании Взаимовыручке У нас Никогда Нет Понятия Я Нет Индивидуалистов У нас Единственный Индивидуалист Играет Под 54 Четвертым номером В воротах Оскар Я Очень Тронут Такой Поддержкой Которую Ты мне Оказываешь Прямо Сейчас Я Чуть Не Прослезился На Тренерском Мостике Армавир Команда С богатыми Традициями Мы Это Хорошо Знаем Помним Работу Такого Специалиста Как Карпин В этом Клубе Но Сейчас Настало Новое Время Сейчас Настало Время Новой Команды Мистера Твистера Убили Это Катастрофа Это Бесчестные Методы Ведения Борьбы И мы Требуем Разобраться В ситуации Мы Соберем Совбез ООН Прямо Сейчас Мне Необходимо Поговорить С нашими Игроками Пока Что Мы Выигрываем Но Стоит Опустить Руки Наши Старания Пойдут Даром Не Дайте Этому Случиться Я Обещаю Что Пока Я Президент Моя Команда Не Проиграет Мистер Твистер И Гудала Оба Подохли Но Менять Я могу Только Одного Кого Можно Аутизма Будет Передвинуть Ладно Мистер Твистер С травмой Это Очень Опасно Это Очень Серьезно И Граждан Очень Раздражает Когда Игроки С травмой Вынуждены Бегать Мы Не На Войне Нам Сейчас Подвигов Совершать Слава Богу Не Нужно Над Головой Мирное Небо Игудал Арсенал Выглядит Измотан Нам Стоит Подумать О Замене Я Уже Думал О Замене В Перерыве Может Нам Пора Не Думать А Пора Делать Это Уже Совсем Другое Мы Выпустим На поле Ботвоведа Вот Сейчас Нашему Вратарю Эстонскому Должно Стать Страшно Ботвовед Любит Мочить В сортире Нашего Вратаря Ну Посмотрите Как Хорош Гвардей Вот Красная Армия Всех Сильней Так Говорили И в Советском Союзе Так Говорят И сейчас Когда Смотрят Этот Матч Ну Необходимо Более Активно Агрессивно Атаковать Леня Молодец Хоть и рыжий Пас отдал Отличный Ой Браво Это Мой Лучший Игрок Я Не Зря Говорил Говорил И Буду Говорить Что Митенька Главный Исполнитель В этой Коменд Это Солист Большого Театра Бюджет Российской Федерации Пополнился На 10 Рублей Но Вы же Понимаете Что Большие Проекты Требуют Больших Уложений И 10 Рублей Это Неплохой Вклад В общее Дело Но На Эти Деньги Мы Не Сможем Содержать Даже Одного Пенсионера А Их У нас Намного Больше Повышение Пенсии Ветеранам Состоится Как только Мы найдем Деньги Ладно Киджи После матча Когда Эмиль Сядет За руль Запустит А Мне 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 Потом Еще На Одну Игру Нужно Будет Приходить Поэтому Я Ой Форвард С Передачи Кстати Вышедшего На Замену Батвоведа Стратегическое Решение Сработало Вы Понимаете Как Вовремя Иногда Нужно Выпустить Того Или Иного Игрока Это Показывает То Насколько Мы Хороши Как Геополитические Игроки На Мировой Арине На Следующий Матч Я Я Проверю Я Проверю Может Быть Я Сейчас Запущу Подожди Все Таки 10 Рублей Я Посмотрю Ну Хорошо Запускаю Что Мы Имели Ввиду Под Фразой Передвинуть Аутизм Мы Наоборот Вы Понимаете Многие Особенно Либералы Прикапываются К словам Мы Передвинули Аутизм Вперед То Есть Выставили Его Во главу Нашей Оборонительной Линии Выдвинули Вперед Ну Команда Завелась После такой Песни Путин, Владимир Путин, русский рэп и Владимир Путин Что ты можешь рассказать за рэп? Не смей при мне говорить за рэп Я ибал твой прадед, антихайп на века Моя мать Глинтвейн, мой отец из ЧК Чтоб ты знал, мудак, как меня ибёт мир моего корешка Убил героин, другой в реанимашке Хрюша с Типашкой, кукла с рукой в жопе Алексей Навальный, ты понял, маня, этот мир не сказка Если Слава Гной на Кремлю продался, е-е Я зазнался раньше, чем ты начал делать рэп, сука Владимир Путин, Владимир Путин, Владимир Путин Митенька, я молчу просто, я молча наслаждаюсь его игрой Потому что играет выдающимся образом И это против команды футбольной национальной лиги Мы не просто встали с колен Мы залезли им на шею и ножки свечили Кто пошёл на хуха-хол, ты в моей стране Сел на батл, ну по какой стаде Вообще мне похуй, по какой стаде Вспоминай припев, ты в моей стране Молодой Владимир в этой рэп-игре Русский рэп для вас это... Форвард, а за кого ты голосовал На последних президентских выборах? Ответь Ну вот, пусть Собчак и отмечает твои голевые передачи Я буду отмечать момент с голом Я думаю, что Ксения Анатольевна твои матчи не смотрит В отличие от меня Дима получит скиллов После этого матча мы там разберёмся Сразу после игры Митя, как разогнался, как семенит ножками Ну это ведущий игрок команды Пожалел? Ну вот, жалеть не надо о сделанном выборе Если выбор сделал, нужно быть в нём уверенным И, конечно же, я отмечаю и твой гол И голевую передачу Если ты действительно не обманываешь И голосовал за меня Ладно, я на один матч пришёл Сейчас мне надо отдышаться, отдохнуть И пусть Эмиль пока поработает Спасибо большое, Владимир Владимирович Ну, как вы видите, под руководством президента страны Даже Александр Аюреди сохранил свои ворота в неприкосновенности Ну а мы, мы скажем, что это была отличная победа Все так вдохновились Колесо Жириновского можно добавить Жириновский очень выматывает его голосом Ну там, что, больно одну фразу говорить Русских, за русских, за русских Русские вперёд И вот и всё И что, мне интересно Так А теперь В какую сборную вызвали игроков? Ну, естественно, Россия А какую ещё сборную могли вызвать игроков? В сборную Башкирии? Вряд ли Так, Дима, 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 Дима хочет развиться 170 потенциал становится 150 Текущие способности И теперь мы, собственно, наворачиваем эти текущие способности Дриблинг Давайте 14 поставим Пас 14 Принятие решений 19 Ускорение 17 Скорость 15 И что ещё добавим? Игру без мяча 13 Или 14 Да А может быть Игру без мяча 15 Вот Ну и ещё на 1 Он сам прокачается Сохраняем игру SubUnited Резать форшерда скиллы Нет, резать мы не будем Что нам резать-то? Будем резать, будем бить Это Неправильно Дима 92 килограмма Он сам себя заказал Именно Таким вот Мощным Могучим дяденькой И В общем-то я его Мощным Таким и Сделал Как он просил Поэтому Так и Было сделано Следующий матч Против Долгопрудного Лёня Дисквалифицирован Из-за перебора Жёлтых карточек Дисквалификация Распространяется Только на Олимп Кубок России Ну хотя бы Правда Вот игра с Долгопрудным Уже Уже вот-вот Уже вот Совсем скоро Так Эмиль Подожди немного По этот матч Сразу не запускай Покажу чего Ну давай Поставь мне характер Получше в скрытых Или донатить надо На это и перки На перки Да 50 рублей Один перк Всё очень просто А характер Ну блин Чего у тебя не так с характером Объясни мне Ты забиваешь голы Характер Ну сдержанный Да тебе вот это не нравится Хорошо Давай сделаем тебе характер Что тебе сделать Что у тебя не остро Склонность к травмам Давай 2 сделаю Темперамент Давай сделаю 15 И вот А ты всё равно сдержанный Да что Чтобы сделать Давай профессионализм Тебе поставлю 14 Давление Тебе поставлю 12 Всё равно сдержанный Всё равно сдержанный Ну я не знаю Что тебе надо сделать Может быть Амбициозность 15 Достаточно амбициозный Вот Видал Амбициозный ФНЛ Да поменяю тебе гражданство На Беларусь Сашули Поменяю гражданство На Эстонию И Липски-Пипски Тоже на Беларусь А какие перки Надо покажи Я выберу Ну ты ФМ Знаешь Какие перки Есть Да перки На самом деле Они особо Ничего не дают Ну там Бить на точность Бить на силу Любит обводить Вратаря Любит обводить Соперников Любит Там Я не знаю Играть в стенку Так Ну вот Особенности Да смотри Смещается туда Смещается сюда Играет в короткий Бьёт с любой дистанции На точность Принимает мяч Спиной к воротам Играет в стенку Диктует темп Не спешит Придерживает Не применяет подкат Играет по самой бровке Старается бить При первой возможности Не любит двигаться Смещается с мячом Не смещается в свободные зоны Воздерживается дальних ударов Спорит с судьями Ну Тут их очень много Эти перков Просто Эти перки Они не дают Нападающим Какой-то такой Крутой штуке Для полузащитников Там например Играет простой Короткий пас Там Диктует темп Важные какие-то вещи А здесь Такое Такое Ну вот там Не знаю Применяет подкат Вот тебе это надо Мне кажется нет Ну для форвардов Может быть Я не знаю Старается открываться Хорошая штука Потому что он будет Убегать Ну вот как-то так В общем Так Что у нас По тактике По тактике Все вот так Передаем Ассистенту менеджера И сейчас будем Играть против Долгопрудных Скиллы Указывать Или только Перки Какие скиллы Ну смотри Если ты Донатишь 50 рублей Это 1 перк Если ты Донатишь Сотку Это 2 перка Ну ты можешь Задонатить Например 200 рублей 100 рублей На прокачку И 100 рублей На 2 перка То есть Ну все просто Форвард Так хочет стать Лучшим В моей команде Ну это Похвально Конечно Так Жеребьевка Давайте на клуб РПЛ попадем Ростов Отлично 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 Мы сыграем С Ростовом И эта уже Игра будет Довольно скоро 26 сентября Примерно через месяц Уже мы сыграем С Ростовом Ребята Прикиньте Это круто Это круто Уже Уже матч Ну правда Вот они желтые Вот это единственное Что мне не нравится Применяет подкаты И не применяет подкаты Да Кстати Вот по перкам Такая фигня У Ловра Бизи Как-то смотрит Бубнов менеджер Те видели Что у него там Есть Перк Типа Открывается Старается Открываться И Что-то Типа Не открывать Забегать Свободные зоны И не открывается Что-то Короче Такое Такие Вот вещи Ну да Ну хотелось Все-таки На классный клуб РПЛ Вот Ростов Неплохой Вариант И прямо сейчас Слово конечно же Нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину Да спасибо Я конечно Частенько Опаздываю Вот и сейчас На пару минут Задержался Но Как видите Ничего Не изменилось Команда Контролирует Ситуацию Так же как мы Контролируем Ситуацию На мировой Геополитической Арене Включаю Песню Разжигающую Я ничего Не включаю У меня Есть мои Адъютанты Все вопросы К ним Если народ Потребовал Что я должен Надо сказать Нет У нас Демократию Кинглак Панин Панин Мой любимый Актер Неплохая Подача И как хорош Гвардей Вот Красная Армия Всех Сильней Это Правда Было Правдой И Остается Правдой То что Московские Команды Не прошли В Еврокубках Я в этом Вижу Недоработку Руководства Клубов Я не болею Ни за кого В российском Футболе И Могу Сказать Так Разочарован На международной Арене Всегда Поддерживаю Российские Клубы Но То как Они Выступили Это Безобразно Локомотив На мой взгляд Опозорил Россию Всех этих Фарфанов Надо давно Отправить Работать Проводницами Потому что Так Позорить Страну Еще ни один Чемпион Так не Позорился Стыдно Должно Быть Ну я Из Петербурга Поэтому Конечно Симпатизирую Зенит Но Как президент России Я не имею Права Морального Демонстрировать Свои клубные Пристрастия Фрейз Ты знаешь Обратись К этому Человеку И может Быть Он тебе Выделит Поделится Своей Пенсией Откуда Он там Получает Деньги Получается Путь Мать Твою А ну Иди Сюда Говно Собачье Решил В мою Страну Лезть Ты Президент Вонючий Мать Твою А Ну Иди Сюда Попробуй Меня Посадить Я Тебя Сам Посажу За Коррупцию Ублюдок Жулик И Вор Чертов Будь Ты Проклят Иди Ядрос Сажать Тебя И Всю Семью Жулик Собачий Вор Вонючий Сука Бадула А вы Госдолг США Видели? Вот Посмотрите И обратите Внимание На то Как эти Цифры Растут Эти Цифры Растут Даже Быстрее Чем Средняя Зарплата В России Митя Пока Недостаточно Хорошо Играет В этом Матч Меня Это Расстраивает Он Должен Играть Намного Лучше Президент Смотрит Ставим Диму Центр А Митю На фланг Я уверен Что это Стратегическое Вернее Тактическое Решение Приведет К большой Стратегической Победе Играть В хоккей На зенитарении Это Не мое Личное Решение У нас Есть Компетентные Специалисты Во всех Сферах Я не могу Вам Сказать Кто Именно Принимал Данное Решение Кто Подписывал Эти Документы Но Вы можете С ними Ознакомиться Вы же Все Грамотные Сейчас Умеете В интернет Заходить Зайдете Посмотрите Я думаю Абсолютно Все написано Информация Открытая Для общего пользования По статистике Мы уже должны были Вести 10-0 Но пока Не получается По поводу Госдолга США Это Вопрос Надо задавать Коллеге Трампу Он пытается Решить Эту Проблему Но как Получается Вы Прекрасно Сами Видите Никак Потому что Руки Связаны У президента С моей Точкой Зрения Такого Быть Не Должно И когда Кто-то Начинает Говорить Про свободные Выборы В США Я Всегда Так Смеюсь И говорю Меняется Декорация А Суть Остается Прежней Потому что Американская Политика При любом Президенте Не Меняется Кейджи Не важно Кто кому Пожал руку Здесь Важен Сам факт Произошедшего Рукопожатия Как Символа Диалога Между Двумя Сверх Державами Пора Производить Замену Это Отличает Гениального Тренера От Просто Физрука Гениальный Тренер Знает Когда Выпускать Кого Выпускать На Какую Позицию Мамаев И Кокорин Отбывают Наказание Вернее Ожидают Своего Наказания Которое Будьте Уверены Последует Ну и кстати После матча Будем Крутить Колесо Кейджи Ну вот Кто фотографировал У того и спрашиваете Я честно говоря Не помню Чтобы кто-то Снимал Мою поездку На медведя Прокопенко Это не тот Который В газмясе Играл И вот Вы Команду Которой Прокопенко В составе Смогли Забить Всего Два Меча Это Позор А что Спасибо Большое Владимир Владимирович Мы Очень Рады Потому что Вы Пришли Посмотрели На наши Дела Ну и У нас Сейчас Очередное Колесо Будет Север Привет Привет Так Ну что Пора Крутить Пора Крутить Колесико Захват Окна И Крутим Открытый Открытый Отбор Друзья Открытый Отбор Что это Означает В чате Пишутся Цифры От Одного До До Сорока Семи И В результате Открытого Отбора В команду Попадает Абсолютно Бесплатно Любой Участник Чата Итак Давайте Ваше Время Пошло Но мы Пока Айурейдер Зачем Ты Пишешь Ты И Так В команде Так Итак От Одного До Сорока Семи Сейчас Мы Будем Генерировать Так 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 Использовать Напоминаю Что нельзя Дублировать То есть Одно Один Вариант Только У вас Должен быть Если У вас Больше Одного Варианта То Соответственно Вы Не Проходите Итак Раз Два Три Видите Да Рандомайзер Видите Все Хорошо 35 Итак Смотрим Число 35 Номер Игоря Акинфеева Какой-нибудь Смог Так Сидровер 37 37 33 33 Аюрейден На Аюрейде Уже В составе Ну Вот Значит В команду Попадает Сидровер 37 Чтобы Больше Никто Не попал Сидровер В команде Добро пожаловать Так Сейчас мы Ну Сидровер Будет на позиции Я думаю Левого Защитника Играть Потому что нам Ну Нужны такие люди В команде Естественно У нас сокращается Количество мест В клубе Да Потому что Людей становится Все больше И у нас Осталось Всего Три человека Которые за 500 Могут попасть Клуб Такие дела Так Сейчас мы Колесико Кстати Обновим Так Остановить Сбор Так На Колесо На колесо Сейчас мы Новое Колесико Забубеним Ну В принципе Я думаю Это Самый Любимый Пункт У вас Будет Чатика Чтобы Попадать В команду Открытый Отбор Крайних Защи И опорника Ну давай Крайних Защи И опорника Как раз Сделаем Сидровера У нас Есть Максим Дронов Ну Вот Максима Дронова Мы Переделаем Сейчас В Сид Ровера Сидровер Так Теперь Редакцируем Характеристики Соответственно Ну так как Сидровер Не саб И Не топ Донатер 80 Это его Основные Основные Способности Сотка Потенциал Да Он не очень Будет у нас Талантливый Но Сидровер Ходит на все Стримы Поэтому Он профессионал И стабильно Приходит Поэтому Он стабильный Ключевой матч Тоже хорошо Играет Склонность к травмам Вообще не травмируется Всегда Готов выйти на поле И показать Всем класс Так Теперь Редактируем Нет Не информацию По игроку А редактируем Его Позиции Правый Защитник 20 Опорный Полузащитник 20 И Левый Левый Защитник 20 Вот так Вот мы Сделаем Теперь будем Ставить ему Характеристики Ну Дриблинг Десятка Навесы Десятка Опека Десятка Отбор 12 Можно поставить Так Техника 11 Ну Кстати Это сейчас Обращение К тем Кто донатит Понятное Что Сидровер Вряд ли Будет Донатить Но Если Кто-то Хочет Прокачать Сидровера То Пожалуйста Вы можете Донатить За другого Человека То есть Не обязательно За себя Не обязательно За себя Можете В общем Любого Нашего Человека Прокачать Так 8 Сделаем Ну Все В принципе Довольно Неплохо Довольно Неплохо Такой Ровненький Защик У нас Получился Сколько Стоит Прокачать Сидровера Да Так же Как и Любого Другого Так же Как и Себя То есть За 100 Рублей Вы покупаете Либо 10 Текущих Способностей Я сам Распределяю Либо Вы покупаете 10 Именно Скиллов То есть Вы можете Например Купить Там Сразу Обозначить 5 Отбор 5 Навес И все Это Скажется На Текущих Способностях И потенциале Обязан Добавить Киджи Как игрока Ну В смысле Обязан Есть Правила По которым Можно Попадать В команду Все же Очень Просто Все Очень 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 Просто Так У нас Фуа Получил Повреждение А что У нас 11 дней До матча С казанкой Так Значит Нам Нужно Будет Сыграть Тову Тову Сыграть Нужно Будет Тову Мы Сыграем Против Динамо Костромы Тульского Арсенала Нет Давай С Динамо Костромой Сыграем Что Нам Делать Форму Надо Поддерживать Если Я Захочу Быть Там Как Игрок То Мои Прошлые Донаты Сегодняшние Учитываются Так Сейчас Подожди А Твои Сегодняшние Донаты Это 10 Рублей Ну Ладно 10 Рублей Учитывается А сотка От Навального Ну Ладно Ладно Учитываются Если Ты хочешь Себя Добавить То За 400 Рублей Можешь Попасть В команду За 390 Даш Так Дима Ты Хорошо Тренируешься Фрейс Ну Правило Есть Правило Сейчас Придет Человек Скажет Я Те Донатил Три Года Назад Сделай Меня Посмотрим В какую Сборную Вызвали В основную Или в Молодежную Пока Так Смотрим Форвард Молодежный Селебрити Молодежный Липски Пипски Молодежный Хренен Кто у нас Будет играть Сидровер Травмированный Джамбо Да Ну Друлджат На замене Посидит Гениально Так Или Может быть Нам Перестроиться Может быть Так Ага Конечно Так Селебрица Тоже Как назло В сборной Да Дела Сашку Поставим В ворота Чтоб весело Было А Так Это Товарняк С Костромским Динамо Нормально Индивидуальную Статистику Сейчас Покажу Ну Ну вот Смотрите Больше всех Голов Пока Забил Митя 15 Голов 7 Голевых Передач Олег Джамбо Из-за травмы Пропустил Поэтому Всего 10 Голов 6 Голевых Передач У него Форварда 10 Голов 4 Голевые Передач Тот самый Леня 5 Голов 10 Голевых Передач Мистер Твистер 4 гола 1 Голевая Максимальная скорость Ускорение Сидровера Это Интересно Спасибо F832 Так Ну я думаю Вы там Оценили Уже Все способности Так Ок Так Сейчас 130 Это Получается Все уже Рассчитано Да Это 13 13 Здесь Надо Сколько 7 Здесь Надо 6 Да Наверное Это 13 Так 20 И 20 Супер Игрок Друзья У нас Тут Появился Это Сидровер С Мега Скоростью Взрывной Край Так Теперь Его и Зовут Взрывной Крайний Полузащитник Так 123 Потенциал Соответственно 103 Текущие Способности Да Сидровер Теперь Будет Супер Быстрым Я Очень Хочу Посмотреть Уже Следующий Матч С Участием Сидровера Сборной Я сказал Кто Форвард Селебрити И И И И И Липски Пипски Так Вот Крайние Защитники В сборной И форвард Почему-то Именно Они Полтора года Легкой атлетикой Занимался Да Неплохо Ну вот Видишь Сидровер Как тебя ценят Тебя Вкладываются Чтоб ты Конкуренцию Выигрывал За место В составе Это Приятно Я думаю Так Сейчас У нас Казанка Потом Коломна А потом По-моему Уже Ростов Вот Это Вот Будет Матчик Интересный Джамбо Приступил К полноценным Тренировкам Это Хорошо Взгляни На Клип Поделиться Своей Пенсией Или Откуда Он там Получает Деньги А Видели Вот Посмотрите И обратите Внимание На то Как эти Цифры Растут Да Забавно Надо Это Будет Потом Группу Выложить По По Кончанию Стрима Так Хорошо Что у нас По составу Так Воротах Я поставлю Однозначно Аюреди Но я хочу Так Сидровер В основе Выйдет Круто Селебрити То устал После сборной Поэтому Как раз Сидровер Выйдет Джамбо Тоже Тоже Еще Так Выдох Липский Пипский Конечно Тоже Подох Ший Аутизма Туда Поставим В основу Бутловеда Выпустим Так В центре Поля У нас Вроде Все Свежие И Быстрые Ладно Хорошо Ладно Хорошо Передаем Ассистенту Ассистенту Манагера Дима В режиме Тренируется Лучше всех Вроде бы Как Все нормально Ну Это был Хороший ответ Да Мне самому Понравилось Ждаем Состав Посмотрим Как Сидровер Будет бегать Я просто Анимацию Хочу Посмотреть А стадион У нас Конечно Топовый В Буе Какие-то Леса Кругом Максим Чиканчи Любимец Ижелока На поле Но Сейчас Тут у нас Есть человек Который Бегает Быстрее Поезда Киджи Я После матча Покажу Я Вообще Подожди А ты у нас Есть в тренерском Штабе Или нет Я не помню Просто Кого я создал Балыка Создавал Точно Создавал я тебя Или нет Я вот не помню Я могу создать Тебя не жалко Инфу про добавление игроков В команду И характеристики Можно было прочесть В моей группе ВК Там был пост Перед первым стримом Но Возможно Еще не сильно Далеко Углубился Я Добавлю Это в темку В темку С колесами Что по тренировочной базе Ну Пока Ничего Казанка Нас катает Смотрите Казанка Казанка Нас катает Мы ничего Не можем сделать 20 Уже 30 минут Сыграно Они Не поддаются Гордей Хороший пас Форвард Дима 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 Оказался Не там Где нужно Димас Как что Блин А Юреди Надо было Ворот поставить Я Скворду Опять туда поставил Это Сашкина Позиция Форварда Не хватает Форвард Играет Вот он Как ты Форварда Не хватает Форвард В деле Только он Не забивает Так ну что Первый тайм Позади И нулевая НЧА По его итогам Это забавно Мне близко Не устраивает Уровень футбола Который я увидел В исполнении Этой команды И давайте Мы перейдем В наступательный Стиль Более-менее Сильная команда И все И сразу Наш клуб Паник Какой сборной Ты уже вернулся Из сборной И тот самый Леня Вот это Гол Видали Какое колесо Он исполнил После После Забитого Мяча Смотрите Удар Он уже Заранее Я не знал Хорошо Я Я Попробую Надо только Заглянуть туда В этих тренеров Я просто сейчас Не помню Кто там И за что У нас отвечает Леня Идеальный Удар Идеальный удар От Игодала Арсенала И как же Будет сложно Выбрать Игрока Стрима На самом Деле Потому что Много Очень Хороших Игроков И Много Кто Себя Проявил То есть Митя Например Как здорово Играл Ларис Ротенберг И Грама Джоэт Ну Толку Ты их Перенесешь Команду А они Играть Не будут Аутизм Здорово Подавал Дима На месте Кипер Казанки Ух ты Да Никита Медведев Довольно Известный Кстати Вратарь Ну Вот он Сейчас Спасает Команду У нас Кстати Кого-то Мы назначили Скаутом Из зрителей Но я не помню Уже Кого Игодала Арсенал На перехвате Гол Свои ворота Игодала Да как же Так Такое ощущение Что Этот Таю Рейди В воротах Играет Да Вот это Ну Куда Скворода Куда Ты убежал Ё-моё Ё-моё Игодала Арсенал Точно Игрок Стрима Да Игодал Игодал Форварда Ну Форвард Долго Этого Замена Произведём Шараф Труфанов Дорофеев Заброс Батвовед Главное Не пасовать Сквороде Как мы поняли Это Штука Такая Которая Может Обернуться Провалом Мистер Твистер Заброс Дима Подача И как же Форвард Не забивает Надо Менять Митю В этом матче Плохо Выглядит Выпустим Алекса Джамбо А почему У него Кстати Так Все Упало У него Скиллы Упаливают Если Кого-то И прокачивают Джамбо Надо Форвард Ох Старается Открываться И скиллы На 150 Руль Собака Сила Плюс 3 Пенальти Плюс 2 Остается 100 Руль Собака 10 Очков Игра Головой Плюс 3 Интуиция Плюс 2 Позиции Плюс 2 Завершение Плюс 1 Джамбо Что Творит Джамбо Вот Сейчас Форварда Вкачаем А забивать Будет Джамбо Это Конечно Будет Очень Смешно Очень Смешно 3 1 Победа Нашей Команды Сашуля Стрим Подрубил Ну Так Я доволен Результатом Вашей Игрой Нам Надо До Ростова До Доиграть Уж И Сейчас Сделаем Форварда Еще Одна Прокачка Форварда Форварда Очень Любит Качаться Очень Любит Прям Я вот Я вот Сюда Добавлю Чтобы Видеть Как Форварда Правильно Прокачивать Так Форвард Ну Давай Начать Редактирование Значит Так Сила Плюс 3 Сила 14 Соответственно Становится Пенальти Плюс 2 Игра Головой Плюс 3 То есть 14 14 Интуиция Плюс 2 То есть Тоже 14 Самобладание Плюс 2 То есть Тоже 14 Выбор Позиции Плюс 2 Зачем он Нападающим Правда Не понимаю 11 Извешение Плюс 1 17 Так Теперь Завершаем Здесь 125 Делаем И 172 Делаем Особенности Старается Открываться Окей Завершить Редактирование Ну вот Такой у нас Получился Форвард Стрим Насчет Чиска Не знаю Но До игры С Ростовом Я говорю Ростов Обыграем Но не обыграем Я не знаю В общем До матча С Ростовом Вот сейчас Коломна Потом Ростов За Выбор Позиции В нападении Отвечает Игра Без Меча Заблуждение То что Выбор Позиции Как-то Влияет На игру Форварда Это Защитная Характеристика При игре Вопрос Путина Задать Чтоб он ответил Попробуй Я Не обещаю Конечно Что он ответит Как ты хочешь Но Попытается Ответить Я думаю Все таки Так Следующий матч Твистер Леня Давайте Мы Друзжаду Тоже Дадим Себя Как-то Проявить А то Он Сидит Там На лавочке Семки Щелкает Нет Форвард Уже Нельзя Вернуть Уже Выбор Позиции Значит Выбор Позиции Как Вот Уже Вверх Все Уже Уже Выбор Позиции Будет Форвард Оборонительного плана Ты Ты и так Один из лучших В команде По забитым Мечам Я не знаю Что ты Пытаешься Там В ПФЛ Лучше Прибереги Прокачку До ФНЛ До РПЛ Так Ну что У нас Коломна Решает Ити вперед Но Гвардей Красная Армия Справляется С угрозой У нас Очень сильная Атака Вот С обороной Проблема Гвардей Конечно Может С угловых Забивать Но он Такой В плане Защиты Довольно Медлительный Порой Бывает Друлджат Фелебрити Селебрити Идет Режет Угол Митяй Удар с разворота Не получается Почему Митяя Ставит он Центр Я не пойму Надо Ставить Митяя На фланг Диму В центр Самый Высокий Пока Мы не можем Забить Коломны Удал Арсенал Дима Мяч Прилетает Кого-то Из Защитников Липски Пипски Заброс Пошел Проигран Верх Друлджат Игудал Арсенал Селебрити Селебрити И Форвард Ну как же Так Ну как же Хороший был момент Хороший шанс Для удара головой И просто Уничтожение Соперника И снова Форвард Не забивать Снова в угол Головы Мяч попадает Форвард Хочет быть Как в ВВП Безальтернативным Но Такая у него Не особо Получается Это делать Форвард Хороший пас На Друлджада Мистер Твистер Форвард Липски Пипски Какая комбинация Такой момент Но Буркин Забирает Мяч В руки Прибирает Его к рукам Я бы даже Сказал Мистер Твистер Дима Дима не пасует На Форварда Он пасует На Фуа Ох Если Форвард Не забьет Придется Упускать Джамбо Вместо него Форвард Перевод Классный На Селебрити Селебрити Возвращает Мяч На Диму Гол 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 Да У них же Отношения Да уж Вот как Дима-то Исполнил Мощненько Ну Коломна Ничем Не может Нас удивить Гудал Арсенал Подача Удар Гол Аутизм Гейминг Первый гол Забивает Давно мы не видели Аутизма На стримах Но Сейчас Он забил Гол И Гудал Арсенал Отметился Голевой Передачей Я думаю Что голосование По Игрокам Матча Надо делать Сокращенным Ну вот Кто Фуа Форвард Дима И Гудал Арсенал Вот Опять Сашуля Чуть не победит Вот Вот Мои Кандидаты На Звание Игроков Матч Игроков Стрима Форвард Сковорода 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 Может вам Нужно Вратаря Качать Ну Может Быть Может Быть Может Быть Так Мы выпускаем На замену Алекса Джамбо Вместо Фор И Начинаем Второй Тайм Включить Песню Ну Давай Включим Песню После Доната Ну Ладно Капия Реакция Не Подожди Ну Это Пятенка Однозначно Красавец Владимир Владимирович Доната 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 Я гляжу, а потом я беру Божилой свой ряхлый пальчик И сную им попочку Я тупо отдыхаю, самогончик попиваю Тупо-тупо бас колбас Тупо полный расколбас А-а-а, тёлки и пацаны любого возраста Все колбасятся под мой пожилой биток А-а-а, тихо, я себе колбас Полный расколбас Я на падике сижу и на тёлочек ряжу Тупо проходят старые бабки около меня Но они не хотят меня Но мне похуй, я с молодыми отдыхаю И Васиком их угощаю, а они мне потом дают Я тупо отдыхаю, на пакете пухаю Самогончик развиваю, пухаю И Вас расколбас А тупо отдыхаем, тупо-тупо отдыхаем С тёлками из мастер-каный день мы пухаем Молодые тёлочки хотят моего псюна Но я им не даю, потому что я старый пима Форвард, форвард, спорят моменты. Следующий матч с Ростовом, вот это будет уже, конечно, на гоню. Селебрити в форме. Чтобы изменить себе номер, но если номер не занят, то... Просто там уже список номеров он подан, его до следующего сезона не изменить. Нихуя себе ебашен плотненько напит, тупо отдыхаю я, старый карабин. Нихуя себе, какая тёлка возле меня, тупо хочет моего пожилого коня. Нихуя себе ебашен плотненько напит, с тёлками бухаю, тупо-тупо отдыхаю. Нихуя себе, я плотно застелил, тупо на биток, я тупо на биток ебашу. С тёлками я пляжу. Спасибо за внимание. Так, вот так вот. Не успел выключить. Херово. Ладно. Так вот, Владимир Владимирович, вам вопрос поступил тут от наших зрителей. Пожалуйста, про пенсионеров. Могут ли пенсионеры в России себе такое позволять? Вы знаете, я бы обратил внимание на американских пенсионеров. Вы думаете, там всё хорошо? Половина Лос-Анджелеса в коробках живут. Причём не только пенсионеры, но и молодые люди. Поэтому нельзя говорить о том, как таяльная реформа повлияет. Она может повлиять как угодно. Не всегда получается это просчитать. А наши пенсионеры одни из самых духовно богатых в мире. И разве духовное богатство это не важно? Разве духовного богатства недостаточно? Я думаю, что вполне. Спасибо большое. Ну, в принципе, да. Духовно надо тоже уметь. Быть богатым. Так. У нас, кстати, вот Карпин говорит, что фарвардовски главная угроза. Но у нас тренерский штаб. Так, кто у нас? Кто у нас? Кто у нас? Команда тренеров. Вот, видите, у нас Фрейс, Балык, Макс Григорьев и я в тренерском штабе. Больше никого нанять нельзя. Скаутов вообще нет. То есть, и врач некий Юрий Трегубов, но его нельзя редактировать. То есть, я даже всех, кого мог, всех создал в тот раз. Карпин профессионал делал и говорит. Ну-ну. Ну-ну. Так, сейчас мы быстро выберем состав. И на следующую игру Аюреди вот против Ростова будет играть Сашуля. Это, конечно, великий вратарь. Да и Скворода в последних матчах подводит. А вот Аюреди, я думаю, он не подведет. Аюреди, я думаю, покажет класс. Показать Аюреди? Ну, Аюреди. Давай покажу. Не, подожди. Ну, это пятенка однозначно. Красавец. Владимир Владимирович, мы не верим. Что это вы? Нам кажется, что это самозванец. Пройдите тест. Ответите правильно. Поверим. Вопрос один. Мыло с пола или хлеб с парашей? Вопрос два. Вилка в глаз или в жопу раз? Вопрос три. В жопу дашь или мать продашь? Значит так, что касается прямой линии. Мы, когда стоит вопрос, мыло или хлеб. Это оба товара первой необходимости. И все россияне будут обеспечены и тем, и другим. Что касается вилок. В нашей стране налажено самое большое производство вилок за последние годы. Даже в Советском Союзе производилось меньше вилок, чем сейчас в России. А что касается, скажем так, наших матерей. То количество многодетных матерей становится так же много, как и вилок, производящихся в стране. Поэтому я могу сказать, что все эти вопросы чисто риторические. Страна развивается и только слепо этого не видит. Спасибо большое. Да, это было круто. Так, ну что, идем дальше. И у нас наконец-то игра с Ростовом. Вернее, против Ростова. Опорки нет, опорки не хана. Опорки не хана. Мы в опорке покажем класс. Итак, Ростов, Саб Юнайтед. Желтые против желтых! Да! Почему я так не хотел Ростов? Потому что они, блин, желтые. Ну нахрена выпускать желтых против желтых? Неужели, Майлз, ты не можешь вкрутить такую штуку, чтобы у команд формы отличались? Ёбаная хуйня. Упорно не хочет, чтобы я денег давал на прокачку. Are you ready? Вот, охрененный вратарь. Метр 93 ростом. Он похудел! Он был 200 килограммов весом! Скорость, короче, какой эстонса, медленная реакция тоже плохая. Ну блин, Сашка-то похудел. Ловкость 3, ну потому что это Саня, он неловкий. Да, 100 килограммов скинул, мощно. Форвард! Липски-Пипски! Липски-Пипски! Поддача! Дима не забивает! Да, Сашка 100 килограммов скинул, как работал на тренировках. Стал стройной, просто герой всех мужских и женских журналов. Оффсайд! 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 Печально. Ну, офсайд был километровый Форвард старается открываться Да, он открывается Но только в офсайде Бывает и такое И Гудлан Арсенал бьет, Абаев отбивает Сидровер, вы видели, какая скорость была у Сидровера? Как он добежал до этого мяча? Забыло что-то с чем-то Карпин был прав, что я самый опасный Но стоящий в офсайде Ты не очень опасный, на самом деле Сидровер Мистер Твистер Сидровер Переводик на Липски-Пипски Липски-Пипски, нужен разгон Подача и гол Дима 2-4-3 Гол-гол-гол-гол-гол-гол-гол Гол-гол-гол Невероятный гол Ворота Ростова Дима 2-4-3 делает шаг к тому, чтобы стать лучшим игроком Этого стрима А-а-а-а-а-а-а Как же он хорош Если мы пройдем Ростов, это будет очень-очень круто И Дима приложит к этому не только руку и ногу, а даже свою голову Которую он и забил сейчас Гол Валерий Карпин там в шоке Как так? Кто это такие? Мы не знаем таких игроков Форвард идет вперед! Там Логашов! Нет, Логашов это не нашей команды игрок Это игрок Ростова Так Так Аутизм Заброс пошел И решай, Дима! Решай! Дима не решил Дима, к сожалению, не решил Подача! Но Гвардей! Красная армия! Красная армия! Всех сильней! Невероятный мяч от Гвардея Давайте смотрим Подачи Игудал Арсенал Да, Игудал Арсенал тоже Своими подачами На Гвардея В частности Заставляет Стадион стрепенуться 2-0 Ростов Проигрывает Проигрывает Саб Юнайтед Саб Юнайтед Уже Нагибает команду Премьер Лиги Причем так достаточно Уверенно Колесо Ну это уже все На последний матч Колесо Прибережено для следующего стрима Так что там Тут пока донатить Уже смысла нет Даже если там что-то выпадет То скорее всего Последствия увидите Только на следующем стриме Поэтому Лучше Следующий разок Подача Селебрити Сидровер Липски-пипски Подача Форвард Красавец Сделая у Риди Максимальную эксцентричность И максимальную игру На выходах Спасибо Фэй Я так и сделаю После матча И Мяч попадает В штангу Ну Подача Подача И удар Дима бьет Абаев на месте Рене Криволап Александр Игита Да уж Удар Криволап пропускает в ближний Алексеонов сокращает отрыв 1-2 1-2 Да Становится все интереснее Интереснее А я с Гулиев Отыграл между ногу Кому между ногу Регудали арсеналу между ног Сашка 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 Так давайте Форварда Поставим в середину Как он любит Может Забивать начнет Так А Ростов-то оживился Смотрите Крессингует На основном Нашей половине поля Гвардей Сыграл на Митю Мистер Твистер Пас вперед Форвард Удар Да что ж ты делаешь Форвард Зачем бить С этой точки Из нее Забить крайне сложно Так ну ладно Вместо Мити Выйдет Алекс Джамбо Не видел другого Продолжения атаки Это так Леха Обычно говорил Я не вижу Другого продолжения Атаки И делайте со мной Все что хотите Так здесь не было Нарушения правил Считает судья Логашов Перехватили мы мяч Сидровер Заброс пошел Заброс на Диму Дима Прострел Форвард Гол 3-1 3-1 Саб Юнайтед Обыгрывает Ростов Какой заброс Шикарный И как исполнил Пас Дима И как завершил Форвард Вот так вот Сидровер Атаку начал Да Закидушечка Царская Ну и Валера Карпин уже Дергает Свои кудряшки Мистер Мистер Твистер В отборе Хороший Здесь удаление У наших соперников Ну а мы Мистера Твистера От греха подальше Уберем Уберем с поля Потому что Ну вдруг он Захочет еще раз Нарушить Так все Ростов в меньшинстве Остается Так Времени все Меньше До окончания Матча Сидровер Заработал Желтую Ну я думаю Что это уже Не страшно И гудал Объят Не попадает Цель На забросике Сидровера Гениально Ииии Последняя минута Неужели мы пройдем Ростов дальше В Кубке России А? А? Команда Премьер Лиги Ну что Не ожидали? Не ожидали Не ожидали Полные штаны Надули Паршевлюк Приняли удар Наши на себя Красавцы Принимаем еще Селебрити Сидровер Закидушка пошла Но там Наших не было Джамбо Пас на Друлджада Друлджад бьет Абаев Вытаскивает С таким составом Надо брать Кубок России Ну тем интереснее будет Ну Ростов все таки Не топовая команда Не знаю как мы сыграем Там с Зенитом Со Спартаком С СК А вот кстати посмотрим Я думаю Жеребьевка то будет Уже сейчас Сразу после Завершения этого матча Там мы еще Сейчас А Юреди прокачаем Так Раздевалка Я доволен Результатом Вашей игрой Так Залог победы Липски Пипски В блестящей форме Ну и Александр А Юреди Александр А Юреди Сейчас получит Прибавку Прибавку К чему Только он получит К К игре на выходах И Эксцентричность Ну сейчас Мы сделаем Эксцентричность Двадцать Игра на выходах Двадцать Саня Конечно Гений Завершить Редактирование И Так Ну давайте Ладно Соточку Мы ему Сделаем И Шестьдесят Три То есть Он даже Ухудшился Эксцентричность Ухудшает Игру Ротаря Ну ладно Давай Восемь Сделаем Уж Сашку То он Обиделся Завел Стрим Хотя На самом Деле Сдержанный Молодой Вратарь Пятидесят Четырех Летний Галкипер Вот Таким Вот образом У нас Видоизменился Ну да Чем эксцентричность Меньше Тем лучше Но Саня Саня Будет Привозить Карпин Теряет Самообладание Видали Все Карпин С ума Сошел Черчесов Замечен На стадионе Нижний Новгород Что жеребьевка То будет Нет Я думаю Что должна Быть Промотаем Еще Немножко Фуа Стал плохо Тренироваться Я Недоволен Селебрити Мы Хвалим Вот Жеребьевка Всех команд И так ЦСКА Я знал Что мы будем Играть с топчиками И мы будем Играть с топчиками Осталось всего Две команды Зоркий Красногорский Да Это по-моему Красногорский Зоркий Да Юран Тренирует И Саб Юнайтед Саб Юнайтед Остались В игре Да И вот Сейчас Мы с вами Кстати А Кого Зоркий Прошел Анжи По пенальти Понятно Понятно Ну у нас ЦСКА И этот матч Состоится 31 октября На следующем Стриме Конечно же Красный Армин Нельзя выпускать Ифуа Да 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 Вот Ну что Всех Кто пришел На стрим Я от всей души Благодарю Спасибо вам Увидимся В следующей серии Всего вам Самого доброго Удачи Пока Если будете смотреть На ютубе Не забывайте Ставить Пальцы вверх Не забывайте В общем Подписываться Там и все такое Кстати Скоро будет Интересный эксперимент На ютуб канале Так что Оставайтесь тоже В тонусе Всем счастливо